Продолжение следует... 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 запрете продажи недвижимости. Если кто-то видел документ, речь шла не о полном запрете, а как раз о наведении порядка. У нас в стране достаточно большое количество проблем как раз с жильем, у нас с жилищным кодексом, с градостроительным кодексом. Нам нужно градостроительные планы сел и городов наладить, и поэтому это вопрос системы. Нам нужен учет населения, когда страна закончить. И мне кажется, я предлагал именно системный подход к этому и упорядоченный, а не, как говорится, в вопросе против наведения порядка. Я как раз за наведение порядка. И именно эту форму я предлагал, в документе это есть. А, по поводу отказа от российского гражданства. Ну, я не понимаю, почему я должен отказаться от российского гражданства. Во-первых, либо будут какие-то обоснованные причинные отказы от гражданства. Но я в данном случае не вижу. Да, еще вопрос. Будете ли вы рассматривать вопрос облегчения получения абхазского гражданства жителям Российской Федерации? В общем, как вы на это смотрите? Абхазское гражданство для жителей Российской Федерации? Не уверен, что такой вопрос может встать, потому что у нас с законодательством достаточно большие вопросы, но, по крайней мере, на этом этапе такой вопрос не стоит. Еще вопрос. Тут несколько вопросов задал один подписчик. Планируете ли вы открытие закрытых при Хаджимбе КПП на Ингур? Очевидно, нет. Я не считаю, что закрытые КПП, они были закрыты не обоснованно, они были, мне кажется, закрыты обоснованно. Мало того, наведение порядка на реке Ингур обязательно нужно, мало того, и для того, чтобы хотя бы контролировать те потоки, которые там перемещаются, а количество, увеличение количества пропускных пунктов не приводит к порядку, оно, наоборот, выводит к бесконтрольному количеству и так неконтролируемой ситуации. Тут вопросы есть, которые повторяются. Есть такой, собираетесь ли вы, собирается ли, после вступления в должность, отказаться от гражданства России? Почему-то от гражданства России всех интересует. Ну, типа, вот, после вступления в должность отказаться от гражданства. Смысл в этом? Не знаю, какой в этом смысл. Я не совсем понимаю, для чего это нужно делать, но если закон не будет приписывать отказаться от любого другого гражданства, кроме Абхазского, конечно, так и сделаю. Во всех остальных случаях я не совсем понимаю, для чего это нужно было бы делать. Еще спрашивают о пересмотре закона на запрет абортов и вообще понимание такого закона запрет абортов. Есть ли такой закон? Во-первых, хочу сказать, что многие думают, что существует какой-то отдельный закон об абортах. Никакого закона об абортах не существует. То, что обсуждалось, мы обсуждали закон о здравоохранении, внутри которого есть статья, ну, небольшая часть про запрет абортов в нашей стране. Обсуждений сегодня на сегодня в парламенте нет, однако есть предложение в парламенте, которое тут обсуждается, относительно введения, ну, не разрешение, как это правильно сказать, то есть медицинских показателей на аборты. Случай, если это там сопряжено с жизнью, ну, с рисками для жизни матери, то в этом случае, может быть, ну, этот момент обсуждается. Но это закон о здравоохранении, и, скорее всего, по праву, как закон о здравоохранении, а закона об аборте такого у нас нет. Понятно. Ну, и конкретика тут по именам. В отношении каких лиц будут заведены уголовные дела за хищение из бюджета из-за коррупции? В отношении каких лиц будет, сложно сказать, но я хочу сказать, что на протяжении того периода, который пока я находился депутатом парламента, мной неоднократно были направлены материалы, соответствующие материалы, объем вины, к сожалению, определяю не я. И поэтому, так или иначе, следить за своими делами первичными будут как раз те дела, которые я уже посылал, отсылал прокуратуру. Конечно, надо проследить за тем, чтобы они начали свое логическое завершение, а уже после там прокуратура, конечно, если будут такие дела, надо их рассматривать. Но первыми будут как раз те дела, которые я уже отсылал прокуратуру на протяжении этих пяти лет. К сожалению, по ним, ни по одному из них решений пока еще нет. А во многих, даже дела не заведены. А борьба с криминалом, какой путь вы видите, как планируете бороться с криминалом? И там перенять может опыт из каких-нибудь стран? На самом деле, мне кажется, что все решения должны быть системными. Нам иногда кажется, что простой привод на должность министра внутренних дел, как будто это сверхкрепкого лица, оно приведет там наведение порядка. Но я с этим и согласен. Тут, конечно, роль личности важна, но самое важное – это сама система. И эффективные правоохранительные системы на планете есть. Всего лишь нужно подобрать ту, которая подходит тебе. У нас, кстати говоря, по той организации, в которую я входил, были предложения по изменению реформирования правоохранительной системы, где мы попробовали проанализировать, где в каких странах есть эффективные правоохранительные системы и как вообще определяется уровень эффективности этих систем. В целом, по всему миру, эффективность правоохранительной системы определяется по количеству полицейских или милиционеров на душу населения. То есть приблизительно сколько нужно милиционеров на 100 тысяч населения. Там средние показатели европейские – это там 400-500-600 человек на 100 тысяч человек. И самое показательное в этом отношении является Япония. Там у них порядка 190-200 человек нужно на 100 тысяч населения. С чем это связано? Чем люди законопослушнее, тем меньше нужно полицейских. У нас порядка 2000 полицейских на то население, которое мы имеем. И, конечно, понятно, почему это происходит. И, очевидно, если спросите любого министра в сегодняшний день, чего ему не хватает, он скажет, что не хватает людей. Это гораздо неэффективность самой милиции, она заполняется количеством. А предложение по правоохранительной системе, по ее реформированию я представлял почти всем министрам в развернутом виде, письменном виде на протяжении 3-4 лет. И мы его представим, и в этот раз тоже попытаемся, если мы будем там успешно, то попытаемся свои собственные предложения реализовать. Понял. В Абхазии что-нибудь изменится в лучшую сторону? А послушал так, кажется, царь и ехан. Вот, я имею ввиду, пока не будет на тассе, а не будет прежде, что мы в тассе, а в ростах на горы. Она говорит, что, короче говоря, как мы говорим, чтобы делать это, как мы говорим, что мы говорим, как мы говорим, как мы говорим, Жизнь не меняется. Говорят, что курение не обредит здоровью. Собираетесь ли вы бросить курить? Кто-то заметил, что вы курите? Да, заметил, что я говорю. На самом деле Марк Твен сказал, что нет ничего проще, чем бросить курить. Я тоже бросал раз в сто, и одно из самых вредных моих привычек это курение, и я все время пытаюсь с этим бороться, и в конечном итоге я думаю, что я брошу курить. Это был алмаз. Я ируахайк вчера хунза.